Шалом, мы с вами продолжаем законы изучения Торы Мы сказали, что он в принципе плюс-минус идет по Рамбаму Хотя есть отдельные случаи, когда он от него отклоняется Первая глава была про изучение Торы детьми, пропорции и так далее Вторая глава взрослые, которые стартуют и которые продолжают Третья глава, которую мы в прошлый раз начали, она у нас о жнатиках По большому счету, как женитьба влияет и так далее Мы в прошлый раз говорили, когда должен жениться То есть, как накладывается аспект изучения Торы на женитьбу И сейчас мы разбираем второй отрывок Тому, кто не может оставаться без жены Потому что страсти одолевают его И он не в состоянии сосредоточиться на занятиях Бывают такие Следует жениться, чтобы продолжить учебу, не отвлекаясь То есть, в первом отрывке, что мы сказали? Что женибу нужно чуть-чуть отодвинуть Для чего? Чтобы не отвлекаться Почему сейчас он говорит Такому человеку нужно сразу жениться Чтобы не отвлекаться А причина осталась та же самая Просто у одного человека это будет причиной для того, чтобы это немножко отодвинуть У другого это же самая причина Но нужно жениться раньше И мы должны посмотреть, как это влияет На самом деле Ну не то чтобы совсем сейчас Но не так давно, по большому счету Я услышал про риталин Знаете такое лекарство? Для гиперактивных детей обычно Лекарство, которое их успокаивает Что делает? Нет, бром успокаивает в другом смысле Нет, совершенно Совершенно разные вещи Риталин Если взять обычный человек возьмет риталин То это приведет к возбуждению Обратная реакция То есть Для гиперактивного это успокаивающее Но для нормального это возбуждающее То есть иногда может быть вроде бы Но это то же самое лекарство Мы сейчас говорим про ту же самую причину Чтобы не отвлекаться от учебы Но мы говорим Для одного человека мы говорим Подожди немножко Поучись и потом женись Про другого человека мы говорим Если тебе мешает то, что ты сейчас не женат С точки зрения взрыва страстей Не только гормонов То в таком случае женись и учись Понятно? Когда у него появятся дети Ему придется содержать большую семью Он не сможет заниматься торой весь день И в течение 10 лет изучать ее целиком И обстоятельно запомнить все законоположения Извините, мы здесь сейчас говорим Про то, что очень многие Не любят говорить Нужно выучить все Когда я говорю все Я не подразумеваю, что нужно выучить Каждую Аллаху максимальным углублением Нужно это учить Но о чем идет речь Человек должен знать Все законы, с которыми он сталкивается Не может быть ситуации, что он говорит Ну что вы хотите Я еще и это должен знать Я же в конце концов не раввин Извини, ты должен это делать Если мы сейчас говорим про то Что это действительно вопрос Который обращается к Динеймамунот Вопросы связанные с имуществом Где разбираются к Даяну Который делает разборку и так далее Пседр, значит, это должен делать Даян Но еврей должен Самый простой еврей Должен иметь какие-то минимальные понятия Чтобы знать, что спросить Он не должен знать это на уровне дать псаг Нет, не должен На каком уровне он должен это знать? Любую Аллаху На уровне? Или применить, если это он делает Или если это Аллаха его как-то касается На уровне понимания, как спросить вопрос Это обязан знать любой 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 Если человек этого не знает Снова-таки вы скажете Ну, я еще не знаю Что поделаешь Я начал учить В... Не важно То В 16, конечно, это Легко В 19, легко Тут некоторым уже, извините, 40 Может сказать Ну, тяжко учить В 40 лет Не тяжко Лень Так это и есть тяжко Тяжко, когда у тебя не получается А, я понял Лень матушка Я понял Хорошо Лень матушка Это другое Это другое Хорошо То в таком случае Мы говорим Человек для того, чтобы нормально функционировать Как Обычный еврей Не как раввин Не как судья Он должен иметь базисные данные 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 Всех Не имеет И как он живет Си-кася-на-кася Так Так уже сегодня не говорят Я понял Так если и говорят Это не отменяет того, что выражение смешало Ну, так я его для смеха и сказал То Говорят мудрецы Не тебе велено закончить всю Тору Но ты же не свободен отвлечься от нее То есть С одной стороны Всевышний говорит Я прекрасно понимаю Мы приводили Рабьеха Нана Из Брахот Когда он это говорит Одному из мудрецов Который себя плохо чувствовал Что ты плачешь Ну, не каждому надо выучить всю Тору Рабьеха Нану было легко говорить Потому что он да, знал всю Тору Значит, но Он говорил Ну, ты же учил ее все время Ты не отвлекался Да, ты выучил только вот это вот К тебе никаких претензий Всевышний предъявлять Не будет Это то, что Говорится Не тебе велено закончить всю работу Но ты же не свободен отвлечься от нее То есть Что нам Про лень сказано здесь Ты можешь отвлекаться Убери слова нежелательно Ты не свободен отвлечься от нее Следует изо дня в день Увеличивать количество изученного Чтобы выучить и запомнить ее всю целиком Если же не удастся сделать это в течение 10 лет То пусть на это уйдет 10 20 или более лет Человек продолжает учиться Человек обязан по Торе Выделить значительное количество времени для учебы Например, полдня каждый день Вдобавок к ночным занятиям Здесь некоторые думают Ну я днем поучился А что, я еще и ночью должен учиться Да Написано, что я отклоняюсь от нее ни днем, ни ночью Так у нас написано В Торе, в Йошуа Да Ночь это после закона солнца? Да Ну тогда еще по-божески А? Еще по-божески Скажу, если я сказал, что в полночь не доставать и читать Значит, то полночь можно чуть-чуть поставить? Именно так В принципе, хасидим, которые говорили Тикун Хацот Они вечером после того, как молились Марьи Чуть-чуть учились и шли спать до полуночи А в полночь вставать и читать Тикун Хацот И потом иногда, может быть, чуть-чуть подремать, а иногда уже продолжать учиться вплоть до Ватикина А не так, как многие у нас думают Ну, да Тикун Хацот, ладно, да Хацот, какая проблема, ну затяну я до Хацот А это хорошо, если я в 11 не лягу, то я отклонюсь, да? А? Если я в 11 не лягу, то я отклонюсь, да? Я тебе сказал, что ты уже должен читать Тикун Хацот Ты дорос до этого? Нет, не дорос Все, свободен Невозможно сравнить разные... Не дорос А? Вообще тяжело сравнивать такие разные категории людей и времена? Я знаю многих людей, которые сегодня читают Тикун Хацот Это не то, что в древние времена читали Тикун Хацот, а сегодня не читают Есть очень много людей, которые сегодня читают Тикун Хацот И тогда не было такого количества Я не уверен Я не уверен, что тогда эта группа была намного больше Когда речь шла про Тикун Хацот, это установили Талмидей Хахамим Это не установил какой-нибудь крестьянин, который по ходу дела Может быть и среди крестьян были праведники, я не говорю, что нет Но сама норма пошла не оттуда Поэтому распространилась на 100% точно не распространилась ни в какой период Может быть у хасидимы были периоды, когда все приближенные крэбы хасиды это делали Да, такое да Но снова таки, я говорю сейчас не про весь народ, а именно про хасидов, причем про хасидов, которые именно приближенные к крэбы Поэтому те, которые раз в 100 лет, то может быть иногда они это делали, иногда и нет Приближенные, да В хасидуте эта вещь очень сильно закрепилась Не следует заниматься ремеслом весь день или большую часть дня Ибо сказано, и затверди их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогой Если сказано, и затверди их, то зачем нужно говорить о них? В чем разница между затверди, говори, телефоны убрать, перевернуть? Если говорить много, то оно затвердется Если говорить много, то оно затвердется Чтобы все твои речи были о них И такая, и всякая, чтобы все Есть такой момент, который подчеркивает, что Когда ты говоришь с мудрецами Торы, то любая их беседа, на любую тему Это двор Тора Потому что он дышит этим, он не может, на какую бы тему он сейчас не говорил Он будет говорить про еду, про одежду, про погоду Он все это будет говорить сквозь призму Торы, он не может по-другому Об этом идет речь Иными словами, пусть твоим основным делом будут слова Тора А у нас есть вроде бы он сегодня? А у нас есть вроде бы он сегодня? Да, в церкви Торник Ну так всего А, идем, идем в шумнике Торы Извините Извинем Хороший вопрос Ну, так получилось, что ошибочно И в свете этого изучение Торы должно быть постоянным занятием, а ремесло второстепенным. Зачем нужно ремесло? Чтобы расслабить. Чтобы на что-то жить. Чтобы на что-то жить. И где-то жить. Где-то жить, на что-то жить, кормить. Почему? Когда то учат Торы везде, ему все будет. Но не упадет везде. Но если взять людей... Это спор. Людей в разным категориям. Без смеха. Вы сами сказали, не каждый может учиться в егенции. Смотри. Чтобы тебе стало немножко понятнее. Если мы говорим про человека, который учит Тору. Ну вот, как ты говоришь, фанатеет. Он просто не может. У него все это учеба Торы. Понимаете? Алиф таких людей один, может быть, из 50 тысяч, из 100 тысяч. То есть, не один из 100 миллионов. Нет. Это в каждом поколении есть достаточное количество. Сотни таких. Понимаете? Может быть, даже тысячи. Но давай, я думаю, что все-таки лучше остановимся на сотнях. А теперь, смотри, человек, он учит, как ты говоришь, фанатеет. Он все учит, 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 учит. Теперь, приведу маленький пример, как-то я его уже говорил. Рав Шламуа Венер, который закончил Сарбону, приехал сюда, в Мерказа-Рав, и начал учиться. Спать в комнату он уходил один раз в неделю. В шаббат часа на 3-4. А в течение недели он из бейт-мидраша не выходил вообще. Ну, туалет, само собой. Про туалет я не говорю. В столовую он не выходил. Ребята, которые шли, они ему делали сэндвич. И приносили ему, который он делал на телат-эдайме, кушал, не отходя от кассы. Он, когда, так сказать, его отключало, то он на часик засыпал в бейт-мидраша прямо на столе и продолжал учиться. Через 3 года, через 3 года, к нему подошел Рав Цвеюда. И говорит, тут с одного поселения, на Галанах поселения, с одного поселения попросили Равина вперед. Говорит, ну, Рав, я только 3 года учился. Здесь есть ученики, которые 15 лет. Он говорит, я знаю. И он пошел, поехал туда Равом. После этого он через сколько-то лет переехал в Бейтель и стал Равом Бейтеля. И он на пенсию с этого ушел только буквально несколько лет назад. То есть, грубо говоря, он лет 50 с лишним был Равом поселения. И по ходу дела он почти лет 40 был главой Еши в старом городе Атерет-Куанин. И сейчас он там носит. То есть, он сейчас уже как бы чуть-чуть меньше занятий он все равно проводит и так далее. Но есть там молодой глава. При том, что память у него фотографическая. Да, он фанатеет от учебы. Ты видишь его перед уроком. Он в свое время, когда я здесь учился, он давал каждую неделю урок в Махон-Мире тоже. Перед уроком он в книжке. Закончился урок, он в книжке. Я его иногда вижу, когда еду домой. Он сидит, ну обычно ночью, сидит в машине, фонарик в книжке. Он без этого не может. Но если человек без этого не может, то в итоге это выливается или в то, что он становится преподавателем Торы. Он продолжает фанатеть от Торы. Но это у него превращается по ходу дела и в работу тоже. Или он становится рамом поселения. Или берет еще какую-то на себя, еще какую-то функцию, которая для него равнозначно Торе. Иногда это есть люди, которые продолжают учиться, и при этом они делают Гмилут Хасадим. И это для них, так сказать, окно. И они организовывают огромные вещи, которые потом тысячи людей получают от этого удовольствия. От того, что они организовали. Но он целиком и полностью в Торе. Целиком и полностью. Если он действительно целиком и полностью в Торе, это выливается в действие. Всегда. Я не слышал про такого, кто учится, 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 и при этом он, это учеба для меня, я тебе ничего не объясню. Нет такого. Оно такое невозможно. Поэтому, когда мы говорим про супер серьезную учебу, то супер серьезная учеба выливается в то, что просто у него становится Тора Томану То. То есть Тора становится его ремеслом по ходу дела. В хорошем смысле этого слова, а не в плохом. То есть он не учит Тору для ремесла, а то, что он учит Тору, оно выливается в действие. Целиком? Тот же, кто делает свое ремесло основным занятием, а Тору временным, не сможет никогда прийти к совершенному знанию устной Торы. Ибо с течением времени изгладится из памяти то, что он учил ранее. И повторение ему не поможет в такой степени, как тому, кто считает Тору своим основным занятием. Если он будет повторять пройденное по многу раз, то у него не хватит времени для изучения нового материала. То есть здесь Альтер-Эбе очень резко обозначает границу. Если человек хочет, он будет продвигаться. Медленно или быстро у каждого человека это будет свое. Если он это делает по принципу, ну надо, то продвинуться он продвинется намного меньше, и полного охвата у него получить нереально. Он этим не живет. Цена? И снова таки, сейчас мы говорим не про Талмуд-Тора, законы изучения Торы для раввинов. Мы говорим законы изучения Торы для рядового еврея. Самого-самого простого еврея. Не случайно, если вы посмотрите историю Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, те страны, где у нас появляются мощные еврейские, образованные с точки зрения Торы общины, страны у нас расцветают. Как только в этих странах начинается антисемитизм и угнетение евреев, эти страны отцветают. И достаточно быстро. Кто быстрее, кто медленнее. Да, извините, к 19, 20, 21 веку, к этим регионам можно добавить еще и Штаты. То, что я сказал, Европа, Северная Африка и Азия на протяжении последних двух тысяч лет. То же самое можно сказать и про Штаты. Смотришь в историю, и ты видишь это очень ярко. Потому что в тот момент, когда у тебя есть расцвет духовного, он тянет за собой расцвет материального. Наоборот, оно не может существовать на протяжении длинного периода. В добавлении к этому, чтобы накопить знания и приобрести эрудицию во всей устной Торе, и чтобы не забывалось уже изученное, требуется помощь Всевышнего. Без этого, извините. Да, про Вестпоинт все помнят? Почему в Вестпоинте не учат израильские войны? Мы учим, как люди должны воовать, а не как Всевышний. Извините, да, у еврейского народа так это работает. Если ты вкладываешь душу, Всевышний тебе помогает, и у тебя получается именно за счет Всевышнего. И такой нечеловеческий успех. Одного, даже многократного заучивания недостаточно. То есть, если человек будет заучивать, 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 это его не спасет. К примеру, есть люди, которые очень старательно трудятся. Повторяю, усвоено очень много раз. И тем не менее, забывают. Всевышний же не помогает тому, кто делает ремесло своим постоянным занятием, а Тору временным. То есть, да, я Торе отведу время, нужно, нужно. Но я же должен жить, я должен получать удовольствие, я должен получать тридовольствие и так далее. Что он говорит? Такому человеку Всевышний не помогает. Он посылает успех лишь тому, кто объявляет Тору своим основным делом, а ремесло второстепенным возлагает на Бога свои заботы. Ибо нет преграды для него сотворить спасение во многом или в малом. Успех же в деле не обязательно зависит от количества затраченного времени. Так говорят и мудрецы в Талмуде. В прежних поколениях, снова-таки, то, что я сейчас говорю, это не цитата 20 века, а это, извините, полторы тысячи лет тому назад, даже чуть-чуть больше. В прежних поколениях Тора была основным занятием, ремесло второстепенным. При этом сохранялось и то, и другое. Человек преуспевал и в Торе, и в ремесле. В последующих поколениях Тора стало временным занятием и ремесло постоянным. Ни то, ни другое не имеет успеха. И если вы скажете, ну, если это уже сказали во время гоморрита, что мы можем сделать. На самом деле мы действительно видим очень большой спад. Мы с вами говорили в Вавилоне, где у меня есть центры учебы Торы. Ай, свай, драй. Вавилон, Вавель, да. Какие там? Сура, Пумбедита и потом добавилось на Орде. Кроме этого, по большому счету, центров учебы нет. Больших ешив нет. Да, скорее всего, и малых практически нет. Чтобы вы понимали. То есть, тогда, грубо говоря, было три мощных ешивы. Согласен, мощных. Хотя, я думаю, что если вы возьмете по количеству учеников, этих мощных ешив, то, я думаю, в этих мощных ешивах было учеников меньше, чем сегодня в средненьком ешиве. Никаких ешив по несколько тысяч учеников не было. Если бы была ешива, там, сто учеников. Говорили, вау, такая крутая, такая огромная ешива. Ешивище. Ешивище. И таких было? Три. Три. Все. Это состояние, когда писался Талмуд. Вдумайтесь про рассвет, который был, к примеру, в Испании и в Северной Африке. Когда практически в каждом городе появились ешивы. Талмидей Хахамим в каждом городе количество. Потом то, что было в Германии, то, что называлось тогда Ашкинас, не совсем Германия, потому что Франция тогда к этому тоже относилась. То есть Франция, Германия, когда Балей Тосфот, это огромные, это сотни людей. Сотни. И это только сам Балей Тосфот. А у многих из них были свои ешивы. То есть была одна, по крайней мере, когда у Ри была одна центральная ешива. Но потом она распалась на много-много ешив. То есть в какой-то Франции, в которой тогда евреев-то было, кот поплакал. Это не сегодняшняя Франция, где есть сотни тысяч евреев. Когда мы говорим про тогдашнюю Францию, это может быть несколько десятков тысяч евреев. И мы говорим про множество ешив. То, что потом произошло в Польше, в Литве, в Рассвет, мы видим потрясающие вещи. То, что сегодня происходит и в Израиле, и в Штатах тоже на самом деле. Но в Штатах, я думаю, кто тут у нас спец по Штатам? В Штатах, я думаю, все-таки подавляющее большинство ешив сконцентрировано или Нью-Йорк, или его окрестности. Есть еще. Я не говорю, что только там. Но основная масса сосредоточена все-таки в районе Нью-Йорка, Нью-Джерси. Есть, кроме этого, несколько известных ешив еще. Но сегодняшнее количество ешив, я думаю, что сегодня количество ешивотников. Можете сказать, ну, качество зато ешивотников не такое. Но соглашусь, глядя на вас, глядя на себя, как преподавателя, что понятно, что может быть в той ешиве самый последний ученик, может быть, знал больше меня. А может быть и нет, совершенно не уверен в этом. Да, скорее всего, знал больше, чем любой присутствующий из вас. Но так он учился там не один день, и он пришел не с нулевыми знаниями. Цена? Но вдумайтесь, что сегодня в ешивах учатся по всему миру единовременно сотни тысяч. В России тоже подъем еврейства идет больше за счет Герим. В значительной степени. Подъем был в 90-х. В 90-х был, в 80-е, в 90-е был очень большой подъем, спора нет. Но сейчас многие, не все места, которые поднялись тогда, продолжают функционировать и хорошо функционировать. Некоторые уже нет. Я не слышал, что... Даже не... Корона, после короны... Нет, но даже до короны я не слышал, чтобы открывали какие-то новые ешивы. Открывали ешивы, институты и... Эй, 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 институты астах, ешивы, какие ешивы открыли? Я пришел бы несколько ешивов в Ишиве есть. Какие? Они все в 90-е открылись? Ветермитоски. Они все в 90-е открылись? Нет, вы для детей ешивах открыли быстрые, но это уже тоже 10 лет больше назад. В смысле, это для... На ешивах это все. Это ешивагуа или ектана? А-а-а... Ктанан. Ктанан. Нет, ешивот гвот. Ешивот гвот. Я не слышал, чтобы в последние годы там что-то интересное большое открылось. Нет. Там продолжает функционировать несколько ешив, которые поднялись в 90-е годы. И они продолжают очень-очень сильно функционировать. Хотя у некоторых начался спад. Но я не слышал про новые ешивы, извини. А если все это новые, старые, хорошо. Старые, хорошо. Но, Беседер, я согласен, но ты можешь сравнить количество ешивотников в Москве и в Иерусалиме? Нет, конечно. Я думаю, что можно сравнить количество ешивотников в Москве и в Шило. Можно. Кстати, я не знаю, в чью пользу будет сравнение. Но по количеству ешивотников... В Слове есть ешивот? Конечно. Поэтому по количеству ешивотников сравнить однозначно можно. Я не знаю, сколько точно в Шило сейчас. Я не знаю, сколько точно в Москве. Но я думаю, что порядок плюс-минус тот же. Если ты сравнишь Москву с Шило, ты получишь тот же самый плюс-минус порядок. При том, что количество евреев в Москве все-таки явно побольше, чем в Шило. Но с точки зрения еврейского подъема, еврейских новых синагог, ешив и так далее... Кстати, в Шило открывается вторая ешива в следующем году. И в Эли, которая относится тоже к Гуш-Шило, есть огромная ешива. То есть, если мы возьмем Гуш-Шило... Гриб, не скажу, но вопрос. Какой раз подряд эта вторая ешива пытается оптиметься? В смысле? Ну, вы нам уже говорили, что там не было. А, нет, ну да, в прошлом году они не смогли. Они не получили разрешение. А, что у нас есть? 100 человек есть? А? 100 есть? Где у студентов? В первой где-то так. Во второй, я думаю, они начнут сейчас только Шивур. Алиф, я думаю, что... Я понял, что у него предварительно запись человек 25. Поэтому... Нет, ну, еще раз. Я говорю. В Эли, если взять... Там есть Мехина, есть Ешива, есть Ешива-Гуа, есть Ешива-Десдер. То есть, если взять в Эли всех ешеботников, то, я думаю, там будет человек 400. Примерно. То есть, на Гуше-Шило у тебя полтысячи ешеботников. У тебя есть такое количество в России ешеботников? Не владеют цифрами, но знают, что... Нет. А в России, кроме Москвы, нету Ешива-Десдер, серьезных. Ешив нету, но есть синагоги, есть... Какие производства, садики... Нет, по количеству синагог в России больше, чем в Шилов-Шилов, всего десяток. Там, в каждой дырке. Согласен, сколько там евреев в этих садиках и школах, я сейчас спорить не буду, потому что, к сожалению, можешь ему сказать, сколько было у тебя в классе в еврейской и хаббатской школе евреев? Какая разница? В России хуже. В России хуже, чем на Украине. Сколько человек было евреев? Два. Два еврея на класс. В хаббатской школе. Два еврея на класс. А? Это у него херсон. У нас... Это у него херсон. Это у него херсон. В Днепре... В Днепре... Это минимум. У нас в Днепре есть две Ешивы. В Ешиве, да, в Ешиве только евреи, но там классы по пять человек. Нет. 5-7 человек. Ну что нет, я там был еще лет 7-8 назад, а был один класс, в котором было два человека. Нет, это 7-8 лет назад. Сейчас до войны было именно... Я видел списки детей, 150 человек, было только в Хедере. Нет, я сейчас говорю не про Хедер. Хедер он намного больше. Нет, смотрите, там Хедер плюс Ешива Ктана. Ешива Ктана, еще раз говорю, Ешива Ктана от двух до семи человек в классе. Вот, а что она и Ешива, там было, ну... Там учились дети Шлухин, и там, ну, сотня наберется. Для всех классов, мальчиков и девочек. Беседа, понятно. Это не так много. Ешива Ктана была меньше. Тем более. То, давайте мы... Новый отрывок уже третий начинать не будем. В итоге, я не спорю, что по сравнению с тем, что было 40 лет назад, в России и Украине по-прежнему есть подъем. Вопрос в том, что учиться нужно по-хорошему. Знаешь, как надо учиться? Хорошо. Изначально ребенок должен впитать это с молоком матери. Услышать в качестве младенца не happy birthday to you, а что-нибудь более еврейское. Когда он слушает сказки, чтобы у него там были много мидраши. Он многие аллахоты знает, как я здесь, у меня был один случай, уже его приводил. Когда я вижу, что пятилетняя девочка гонится за четырехлетним мальчиком, и тут он подбегает, хватает яблок. Она говорит, куда? И я в меру своей испорченности, при том, что я лохует узнал. Я ее буквально за неделю до этого выучил в Мишне-Бруре. Но я в меру своей испорченности был уверен, что сестра кричит, брату, куда ты хватаешь яблоко без спроса перед трапезой. Это то, что я подумал. Разворачивается четырехлетний братик и говорит, ты что, думаешь, что я маленький, не знаю, что перед мокрыми фруктами нужно мыть руки? Я их помыл. И поймите, что этот мальчик читать еще буквы он тогда только начинал учить. Читать он не умел. Да, я за неделю до этого прочитал в Мишне-Бруре. А он это выучил. И вот поймите, что мы с чего начали законы изучения? С детей. А тут, если мне кто-нибудь скажет, ну, так у меня нет, у меня тоже не было этого. То, что важно, что у моих детей это есть. И то, что вы сейчас говорите, ну, у меня этого не было, все, значит, это сказка для не знаю кого. Нет, это не сказка для не знаю кого. Это для нас. Да, любой из вас может поплакаться в жилетку. Но что поделать, что я этому не удостоился. Неважно, он будет плакаться в жилетку из-за того, что у него мало родителей знали, или из-за того, что он проходит ги-юр, и он вообще приходит снаружи. Разницы нет. Вопрос сейчас не в том, знали вы или нет. По этому поводу была предыдущая глава. Что да, взрослый, когда начинает учить, он должен учить немножко другими порядками и думать немножко другими, с другим подходом. Но мы сейчас говорим про отношения. Про то, чем человек дышит, что для него является самым основным. И во время молитвы, минхи в частности, тоже про это думайте. Продолжение следует...